Приветствую всех, сегодня будет неоднозначная тема, вернее для меня она однозначна, но после такой небольшой дискуссии с одним человеком, который вдруг неожиданно начал утверждать, что в России все супер замечательно, я подумал, ну да, наверное, остальные люди, кто рассказывает о бедной, больной, коррумпированной стране, они, наверное, все это придумывают или специально сгущают, конечно же, краски. Ну и я, понятное дело, в том числе, потому что я люблю поговорить о таких вещах. Так вот, прежде чем я зачитаю интересный длинный пост известного, очень известного блогера Максима Мировича, я думаю, что он из Белоруссии, многим людям он очень знаком, потому что этот человек досконально разбирает историю нашей страны некогда, Советского Союза. А попросту совка, вот он как раз таки и рассказывает, насколько не было никакой великой державы, существовала она в виде величия, благосостояния и богатства только на страницах несчастных российских газет и двух российских каналов, а на самом деле в реальности это была униженная, уничтоженная, нищенская страна, превратившая этот народ в то, что мы имеем сейчас. Я с удовольствием, конечно, читаю этот блог, ну и вот на этот раз у него пост необычный, он пишет не о советской некогда действительности, а о нынешней ситуации в России. Прежде чем я зачитаю его пост, я обращаюсь к большому количеству людей, кто просмотрит этот блог. Пожалуйста, напишите в своих комментариях, насколько этот человек высасывает из пальца то, что он говорит, и действительно ли он сгущает краски, или может быть все это неправда, и тогда в следующий раз тому человеку, с кем я дискутировал, мне будет что ответить. Ну а я, походу, буду комментировать в тех местах, что касается Европы, например, конкретных цифр, и тоже скажу вам, прав ли этот блогер, или он что-то придумывает. Итак, поехали. Пост называется «Лицо российской нищеты». Итак, друзья, сегодня будет интересный и важный пост про российскую нищету и бедность, о которой не так давно написало издание газета РУ. Как было сказано в статье, российские власти в последнее время начали изучать и составлять так называемый портрет бедности. Получившиеся результаты ужасают. Во-первых, ужасает количество бедных в России. Их более 20 миллионов только по официальной статистике. А во-вторых, ужасает сам портрет среднестатистического российского бедняка. Это отнюдь не бомж и не маргинал, как это можно было бы подумать. Впрочем, об этом ниже. Для начала давайте возьмем некий эталон в качестве точки опоры, чтобы нам было от чего плясать. Посмотрим, что считается бедностью и нищетой на загнивающем Западе, где, как известно, по улицам бегают миллиарды геев, а все люди живут в квартирах по 4 квадратных метра общей площадью и думают, где бы купить хлеба. Пропагандистские СМИ часто любят рассказывать про целых 15% бедных в США, публикуя данные с официальных американских источников. Вот только они забывают при этом добавить, что чертой бедности и нищеты в США считается чистый доход менее 22 314 долларов в год на семью из четырех человек. Если в семье работает только отец, то это соответствует ежемесячной зарплате в 1860 долларов, а если работают и муж и жена, допустим, с одинаковой зарплатой, то 930 долларов. Вот такая вот у них там бедность. Учтите при этом, что продукты, топливо и одежда в Соединенных Штатах стоят либо столько же, либо дешевле, чем в России. А недвижимость стоит ощутимо дороже только в крупных городах и хороших районах. По российским меркам американские бедняки это вполне себе средний класс, но в США такие люди считаются бедняками, потому что средний уровень жизни в США несоизмеримо выше российского. В Германии чертой бедности считается личный доход менее 942 евро, либо 1978 евро совокупного ежемесячного дохода на семью с двумя детьми до 14 лет. Во Франции чертой бедности считается сумма ниже 1015 евро на человека. В стране такие доходы имеют 13,6% граждан. При этом цены на продукты в стране сопоставимы с российскими. При намного более высоком качестве самих продуктов. Это же, кстати, касается и Германии, поэтому когда вам рассказывают о «нищих» и «бедных» в Европе, в кавычках, всегда держите в голове эти цифры. Мой личный комментарий. Здесь человек абсолютно не соврал. Это ровно те самые цифры, которые относятся в Германии к так называемым «бедным людям». Нужно также сказать, что очень многие эти бедные люди годами предпочитают сидеть на пособии. Ну просто потому, что существует такая реальность, когда тебе государство просто так перечисляет практически 2000 евро или 942 евро на одного человека, если речь об одной персоне. Тогда возникает вопрос в основном у многих людей, а зачем вообще идти работать? Интересная здесь ситуация, что страна продолжает это делать. И есть случаи. Я, кстати, видел отдельный ролик. Если хотите, я могу именно об этом рассказать, как человек, приехавший из России, в течение 30 лет сидел и продолжает сидеть на пособии. То есть он принципиально не работает. При этом, конечно же, хорошо одевается, ездит в отпуск, имеет машину и все остальные ништяки. Поэтому, когда мы говорим о бедном в Германии, мы имеем в виду о бедном по сравнению с остальными немцами. Но если сравнивать этого бедного с бедняками из на самом деле бедных стран, то это очень даже богатый человек. В любом случае, его дети занимаются в любых спортивных, музыкальных и прочих школах за счет государства. Они получают деньги на одежду, ежегодные талоны, ну и, как я уже сказал, имеют машины, полный холодильник продуктов, мебель, частично, например, стиральную машину или тот же холодильник вы можете бесплатно получить от государства, неподержанный, новый я имею в виду и так далее. Так что говорить о бедности вот в том смысле, как вот вы сейчас видите вот здесь, это картинки русских бедных, то здесь даже совершенно нечего сравнивать. Читаем дальше. Чтобы скатиться на полное жизненное дно в развитых странах, для этого нужно сильно постараться. Беднякам, не имеющим работы, выплачивает социальное пособие, размер которого приближается к той самой тысяче евро. С голоду вам умереть точно никто не даст. Если семья с детьми зарабатывает менее необходимого минимума, то во Франции ей полагается пособие от 513 до 1079 евро в месяц. Это те цифры, которые никогда не озвучивают пропагандисты России, высказываясь о нищей, загнивающей Европе. Чтобы не пугать российских обывателей тем фактом, что французские лентяи и бомжи живут лучше, чем они сами с 12-часовым рабочим днем. Что же получается? Те самые 13-15% бедняков в США и Германии живут в большинстве своем так, как живет в России та часть населения, которую принято считать средним классом. Имеют в собственности либо снимают жилье, имеют возможность не голодать, а вот на более крупные покупки вроде серванта в комнату или айфона для жены уже приходится откладывать или брать потребительский кредит. Это то, как в России живет приблизительно 80% населения, а в развитых странах не более 15%, которые как раз у них и считаются не средними, а очень даже бедными. А теперь давайте посмотрим, как обстоят дела в стране, столь богатой нефтью, газом, лесом и другими природными ресурсами, которые стремительно вывозятся за границу и там успешно распродаются. Официально бедными в России считается 20 миллионов человек. Официально. Цифра сама по себе немаленькая. Но тут интересно другое. Порогом бедности в России считается сумма в 15 тысяч рублей ежемесячного дохода. Или, друзья, это 235 долларов. То есть, если вы получаете не 235 долларов, а скажем 240, то для власти вы уже не считаетесь бедняком. И статистику вас не включат. Вы уже почти что средний класс. Правда, по факту в 4 раза беднее французского бомжа. И это при том, господа, что Франция не распродает ни нефть, ни лес, ни золото и ни алмазы. Если начать измерять доходы в России по французской или американской мерке, то окажется, что за чертой бедности живут не 20 миллионов, а 80 или даже около 100 миллионов человек, получая доходы намного ниже той самой тысячи долларов или евро, которые считаются порогом бедности в развитых странах. А еще ужасает сам портрет российской нищеты. Если вы думаете, что это в основном пенсионеры, всякие там маргиналы, то вы ошибаетесь. Портрет среднестатистического российского бедняка выглядит так. Семейный мужчина трудоспособного возраста с одним либо несколькими детьми. Уровень образования чаще средний. Причина бедности – отсутствие работы либо мизерная зарплата в районе тех самых заветных 15 тысяч. С рождением детей такие люди часто влазят в кредиты, что делает их бедность практически приговором. Даже те небольшие деньги, которые раньше удавалось откладывать на подъем, сейчас целиком уходят на погашение кредитов, и бедность становится замкнутым кругом до самой старости. По какой-то непонятной мне причине такие семьи продолжают рожать детей, еще усугубляя свои стесненные жилищные условия и бедность, и да, продолжают брать все новые и новые кредиты. Власть, судя по всему, никак не собирается решать эту проблему, цинично заменяя слово «бедность» и «нищета» на малообеспеченные группы населения и отделываясь подачками-льготами. К примеру, в Томской области можно получить одноразово до 35 тысяч рублей, это 545 долларов, на ведение подсобного хозяйства. Другими словами, людям предлагают переходить на подножный корм и кормиться с огорода, рассказывая при этом по телевизору историю о том, как уж вот-вот замерзнут хохлы, а Трамп как-то особо нежно посмотрел на Путина. Вместо эпилога. Итак, что же у нас остается в сухом остатке? Если выбросить советскую статистику, которая рассказывает про наметившийся рост положительных тенденций и снижение количества малообеспеченных групп граждан, то в сухом остатке остается то, что 20 миллионов россиян живут в полнейшей страшной нищете. Сумма 240 долларов в месяц на семью – это только на питание плохими продуктами. И еще десятки миллионов живут просто бедно, но при этом считают себя средним классом. Средним классом по меркам России. Ведь так им сказали по телевизору, а там, как известно, врать не будут. Такие вот дела. Итак, я жду ваших комментариев, насколько вы можете позволить себе все, ну вот все, что вы захотите, вам не нужно сажать картошку, вы питаетесь самыми классными продуктами, а этот человек в блоге, ну и я, конечно, мы просто два отчаянных вруна. И на самом деле, в России все живут замечательно, там нет бедных. Уж свои-то 15 тысяч получает каждый, а уж на 15 тысяч можно разгуляться. В конце только добавлю для тех, кто напишет вдруг, что ну что же вы сравниваете-то, цены в Германии, тысяча евро, так вы же там и платите за все по полной. Вот, господа, вот таким я сразу заявляю. Очень многие, приезжая сюда, с ужасом для себя и с большими квадратными глазами вдруг обнаруживают, что очень многие продукты в Германии дешевле, чем в России. Ну а об одежде и говорить не стоит. То же самое касается и цен на жилье, о чем я говорил, и, например, автомобили и мебель. Так что не торопитесь. Да, кое в чем здесь платят дороже, но в совокупности жизнь за пределами России дешевле, если говорить о различных тратах. Просто то, что мы называем уровень жизни, здесь выше. Люди 21 века не готовы покупать лопату и идти пахать на дачу или на огород. Они хотят пойти в магазин и купить уже готовую картошку. Он, даже будучи бедным, имеет право, как он считает, ездить в отпуск на море. Вот каждый ли бедный в России считает точно так же? Напишите в комментариях. Это интересно. Пока.